Итак, мы с вами продолжаем говорить о предлогах в английском языке. И, как вы уже заметили, за мной представлено несколько предлогов, предлогов места. Under, below, over, above, on top, off. И сейчас мы поговорим с вами о каждом из этих предлогов в отдельности и чуть-чуть рассмотрим на примерах. Для этого приготовил учебник, а также мяч. Окей? Просто небольшой пример. Размещаем мяч под книгой. И уже можем использовать предлог under. Alright? The ball is under the book. В принципе, даже мяч может оказываться в таком достаточно близком расстоянии, даже соприкасаться. Окей? То есть, не обязательно соприкасаться, но может быть и так же прикосновение. Окей? Итак, это under. Если расстояние увеличивается, или же мы хотим подчеркнуть то, что расстояние между этими объектами достаточно большое, то используем уже below. Alright? The ball is below the book. Alright? Окей? Противоположное. The ball is above the book. Окей? То есть, в принципе, либо соприкасается, либо в непосредственной близости находится. The ball is above the book. Or the ball is over. Over the book. Alright? Достаточно хорошее расстояние. Окей? Если мы говорим о том, что что-то находится наверху чего-то, допустим, скажем, мяч находится сверху, поверх книги, уже используем последнее, это on top of. The ball is on top of the book. Alright? Итак, under, below, above, over, and on top of. Окей? Вам удачи и хорошего дня!